Амазонка это самая длинная река в мире, она содержит 20% всей пресной воды на планете, дает пятую часть всех водных запасов мировому океану, протекает почти через всю Южную Америку, является самой полноводной рекой на Земле. Река берет свое начало в Аанских горах в государстве Перу, на высоте 5170 метров, протекает параллельно экватору, имеет длину около 7000 километров. Одним из самых великолепных мест считается впадение в Амазонку реки Рио-Негро. Вода в Амазонке мутно-коричневого цвета, а у Рио-Негро она чисто голубая. 11 километров можно наблюдать удивительное явление, прежде чем слиться, воды разного цвета текут рядом друг с другом. Завершает свой путь королева рек в Бразилии, оттуда она попадает в Атлантический океан. Во время смешивания пресной воды с соленой происходит активное бурление на поверхности. Пресная вода очень тяжело смешивается с соленой, и на расстоянии 115 километров от границы слияния воды остаются пресными. Человеку не удалось покорить Амазонку, не существует ни одного моста через эту реку. На ее берегах проживает 7 миллионов человек, но никто не может управлять силой этой реки. Множество племен по ее берегам живут обособленно, не взаимодействуя с цивилизованным миром. Из-за непроходимых джунглей, окружающих Амазонку, в древности ее называли Зеленым Адом. Согласно древним записям, первое название реки «Морская Мария Святая» дал его испанский исследователь Висент Янсе Пинсон, соратник Христофора Колумба. Свое современное название река непроходимых джунглей получила благодаря испанским конкистадорам во главе с Франциско де Орлеано, которые в 1542 году воевали с индейцами на берегу могучей реки. Тогда испанцев поразило, с каким бесстрашием сражались с ними воинственные индейские женщины. С тех пор реку стали ассоциировать с некогда существующими женскими племенами отважных воительниц Амазонок. Сведения об Амазонках относятся к 1539 году, когда конкистадор Гонсало Хименес участвовал в походе по территории Колумбии. Тогда, в долине Боготы, во время Привалова, он узнал об удивительном племени женщин, которые жили сами по себе и использовали сильный пол только для продолжения рода. Амазонка – это не просто обычная полноводная река, это огромнейшая экосистема, в которую входят леса, морские и лесные животные, большая часть которых является эндемиками, то есть обитает только в пределах ограниченного амазонского пространства и в мире больше не встречаются. Флора Амазонки изучена не более чем на 30%, а воды реки по праву считаются самыми опасными из-за обилия в них морских животных, несущих смертельную опасность для человека. Например, прожорливые пираньи с острыми как пила зубами. Бассейн Амазонки насчитывает их около 40 видов, 6 из которых – хищники. Тут обитают огромные анаконды, длина которых может достигать 10 метров, кровожадные хищные кайманы, достигающие 5 метров в длину. Лесистые окрестности Амазонки по праву называют легкими земного шара, и не зря, ведь одна пятая от всего кислорода на Земле выделяется именно здесь. Бразильские ученые и биологи посчитали возраст реки, по их данным Амазонке уже более 9 миллионов лет. Современный водосборный бассейн Амазонки занимает площадь около 7,2 миллиона квадратных километров. Это около 40% южноамериканского континента. В сухое время года ширина реки составляет 11 километров. Длина Амазонки, по последним данным, от истока реки Укаяли примерно 7100 километров.